Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Значит, выжмет его, как лимон Заберет у него квартиру и бросит его Да у меня тоже имущество есть Да какое у тебя имущество, Галатранка? Самый лучший мужчина на свете Это мой сын Бойтесь залюбить сына До такой степени, что он станет Абсолютно несамостоятельным Вам придется или до конца жизни Жить с ним Или его подберет такая, как вы Истец Оксана Вакарчук Подает иск о признании Недостойной наследницей Жену своего умершего отца Ответчик Вакарчук Елена Владимировна Иск не признает Утверждая, что имеет полное право На наследство мужа Слушается дело по иску о признании Недостойной наследницей Истец Вакарчук Оксана Захаровна Ответчик Вакарчук Елена Владимировна Пожалуйста, истец, я вас слушаю Здравствуйте, суд Я требую Чтобы жену Моего отца Признали недостойной наследницей Ответчице приходится Женой вашего Умершего отца Моего умершего отца Я считаю, что она недостойная наследница Потому что она совершила Умышленные противоправные действия Против другой наследницы То есть меня Просто, когда умирал мой отец Я приехала И она устроила скандал Драку, не пустила меня А, возможно, отец Хотел, вот чувствуя, что он умирает Возможно, он хотел мне просто завещать Все наше имущество Ну вот вы только об этом и думали Об этом и об этом и об этом Она этого не позволила сделать Они об отце Это все неправда Мой отец достаточно состоятельный человек Наследство имущества состояло из квартиры В Москве в центре 172 квадратных метра Загородный дом 280 квадратных метров Ближайшая Подмосковья Апалиха Еще одна квартира в Сочи Тоже достаточно большая По метражу 100 с лишним квадратных метров Затем апартаменты В Болгарии В Варне Потом две машины И счет в банке 8 миллионов Моя мать умерла 8 лет назад Это была трагедия Для всей нашей семьи И отец и я Это очень тяжело переживали Вот Отец, он ушел в работу Вообще он трудоголик И я такой же трудоголик Я по профессии художник И тоже очень много работала И, к сожалению, мы Мало общались В основном только по телефону Два раза она с ним виделась После смерти матери Два раза она виделась с отцом Понимаете, я художник У меня очень много заказов Я постоянно в разъездах Перелеты У меня заказчики есть даже В Западной Сибири Вот И поэтому Отец, он бизнесмен Он тоже постоянно работает Поэтому так вот получалось Что мы мало общались И вдруг Да И вдруг я узнаю Что он женится Это произошло полтора года назад Полтора года назад Ваш отец вступил в брак с ответчицей Так? Что из перечисленного имущества Было приобретено в браке с ответчиком? Да ничего Это все было приобретено Это все было до брака До брака Приобретено Хорошо Продолжайте И отец, вы знаете, его как подменили Я уверена, что это аферистка И что ее интересует Это ваше мнение Исключительно Вот Московская прописка И вот И имущество там Жениха И я уверена, что это Возможно, это даже Не первая ее Не первая ее жертва Вам справа? Что возможно были И до того какие-то случаи Хорошо, естественно, с вами заявлен Иск о признании ответчика Недостойной наследницы Да Почему вы считаете, что она является Недостойной наследницей? Поскольку вот последние полтора года Невозможно было с отцом Совершенно общаться Это вы уже говорили Вдруг он мне звонит сам Сам звонит И говорит Приезжай, Оксана Приезжай, как можно быстрее Когда это было? Было накануне смерти Это было 25 ноября А умер когда? В этот же день он и умер А, в этот же день Да На пороге меня встретила Елена Ответчик Ответчик, да Она начала кричать С несунзурной бранью Она меня начала Начала сразу же Оскорблять Унижать Потом она схватила Какую-то Ну, то есть я была В состоянии аффекта Тоже И она схватила Какую-то палку Я даже не поняла, что И начала меня избежать Я не избивала Я замахнулась на вас просто То есть я поняла Что мне туда живой Пройти будет невозможно Живой Возможно она меня пыталась убить Два отца довели собственного Живой Я не знаю Вот Но мне пришлось уехать И даже не зашла к отцу С отцом вы не увиделись Я не увиделась в этот момент С отцом Потому что были избиения Вот До какой степени Если бы я не ретировалась Она могла бы меня и убить Я вообще, знаете, не удивлюсь Если она каких-нибудь Своих любовников Могла бы нанять Чтобы просто меня убить Какие-то телесные повреждения Были вам причинены? Я сняла побои Было возбуждено Уголовное дело По умышленному причинению Вреда здоровья Был суд И было ей назначено 180 часов Вот работы Общественных То есть она была признана виновной Да, она была признана В совершении Причинения вам Телесных повреждений Вреда здоровью Из-за царапины Господи О том, что отец умер Я узнала только от своих От друзей отца У него есть лучший друг Олег Борисович Вот он мне позвонил Через несколько дней И сообщил о том, что отец умер Меня даже не пригласили на похороны То есть она все, мне кажется, продумала И рассчитала Чтобы получить А чего умер ваш отец? Ну у него произошел инсульт Второй уже Точнее третий Второй раз тоже выдавили его И в этот день 25 ноября Произошел инсульт И перед тем, как он умер Он меня Он предчувствовал, видимо Вот свое состояние Возможно, он пытал Хотел со мной поговорить И, возможно, мне отписать На наследство Поскольку не было завещания Официального Завещания не было Сейчас не оставил завещания Нет, не оставил Вот Возможно, он хотел Вот все мне как раз оставить Но этого не случилось Потому что она просто Меня не пустила Да вы не зашли даже Вы же бескримодным образом Меня не пустила Потому что она Заринтересованное лицо Она То есть Я остаюсь не при чем А все достается ей В результате Как жене Какая же вы алчная все-таки Передайте документы Да, пожалуйста Здесь и она Об имуществе И Спасибо Так, ответчик, пожалуйста Изложите Ваше отношение к иску Вы признаете иск? Нет, я не признаю Я не признаю то, что говорит Оксана Потому что Вы не нападали на истца? Я не нападала Не причиняли ей телесные сопряжения? Я защищалась Когда она приехала с утра Захар, он Мой муж Он не мог долго заснуть Он не спал И под утро он только заснул Я не спала тоже И заявляется она Начинает кричать Хлопать дверьми Я замахнулась на нее Потому что Я начала защищаться Ответчик Давайте мне не будете рассказывать Хорошо Как вы начали защищаться Я очень импустивный человек Это приговор суда По которому Вы признаны виновным В причинении телесных повреждений Истцу Я уже свое отмотала Я шила варежки 140 часов Вы отмотали свое Да Замечательно Уже я поплатилась за это Поэтому не надо мне рассказывать Про то, как вы защищали Я должна была заниматься Похоронами своего мужа Любимого А не какой-то срок Мотать за какой-то царапины Как вам не стыдно? Вот как мой отец Мог на вас пастись У нас сейчас Вор совершенно на другом Истец Вы посмотрите, как вы говорите Истец Ужас какой-то Все Состоялся приговор суда Вы были признаны виновной В причине телесных повреждений Я уже все это сделала Теперь, пожалуйста Ваше отношение к иску Почему вы иск не признаете? Я не признаю иск Потому что я и Захар Мы очень любили друг друга И никакое наследство мне не нужно Если хотите делить Если вам так нужно наследство Берите половину Я хочу, чтобы Захар На том свете Чтобы с ним все было в порядке Они как в жизни Его гнобили родственники Когда я его встретила Когда мы с ним познакомились Он был в жутком Никто его не гнобил Это полное ложь Он был в жутком состоянии Он был худой Истец, если вы сейчас не прекратите Я вас удалю из зала Он был худой Очень неопрятно Я его откормила Я ему делала борщ с помпушками Он мне читал стихи У нас есть одно любимое стихотворение Нашего любимого Александра Блока Миры летят Года летят Пустая вселенная Глядит в нас мраком глаз А ты душа усталая Глухая О счастье твердишь Который раз Там дальше еще я не буду Но вы понимаете У нас были высокие отношения И то, что меня обвиняют сейчас И то, что этого Захара не слышит Для меня это просто дикость какая-то Я всегда хотела, чтобы этот человек был счастлив И у него Поэтому он умер через полтора года После вашей свадьбы Когда он узнал, что у нас будет свадьба Она закатила скандал У него случился второй инсульт Лечила его я Я пыталась открыть глаза отцу просто на вас Да какие глаза, Господи Он взрослый человек Живите своей жизнью Рисуйте Творите Вы же художница Какой художник может рассуждать так Чтобы обвинять своего собственного отца В том, что он просто полюбил Она меня даже на похороны не пригласила Я приглашала Я всем рассылала смс-ки Я все это делала А у нее был отключен телефон Как она уехала Я ей звонила Да что ж за нелюди такие Нет у меня больше слов никаких Какие у вас имеются документы? У меня документы Я вот Карта вызова медицинской помощи Захар Он умер в 12.35 Далее Машина Оксаны Она въехала в 11.30 А выехала в 12 Есть запись Учета Охранники В Апалихе в доме И соответственно Он был еще живой Когда она уехала Он опять услышал наш скандал Он опять это все увидел Как она скандалит Ну а почему вы не пускали из царя в дом? То есть я хотела, чтобы он поспал Чтобы он не слышал опять это Она опять началась Но это была воля Но она бы пришла Он ждал меня Он меня ждал Истец Но вы начали скандалить Истец Это вы начали скандалить Но она начала на меня нападать С кулаками И на порно даже не послали Я звала вас Вот поэтому она меня не пустила Чтобы я не стала наследницей Как будто я знала Что он был дочом Какая связь? Между тем, что вы становитесь наследницей Ну потому что я ехала к отцу И явно он хотел со мной По поводу наследства поговорить Он чувствует Если бы он хотел поговорить По поводу наследства Он бы вызвал нотариуса Чтобы составить завещание Разве нет? Он же не мог сказать перед смертью Все достанется тебе Но он мог со мной это обсудить Во всяком случае И что? И умер бы Я по-другому еще не могу предположить Зачем он меня вот так срочно Вызывал к себе Может быть он попрощаться с вами хотел Откуда я знаю зачем? Может быть о чем-то поговорить А может быть и почувствовал Что уже скоро умрет И хотел вас увидеть Мы теперь не узнаем этого Суд удаляется для вынесения решения Далее в программе Она завела шашель своим шеф-поваром Может это байки Если бы это были байки Ты бы не пришел там Бить моего шеф-повара Зависть к богатому соседу Дело обычное Необычно только то Что сосед близкий родственник Да еще и посмел при этом Что-то требовать Один ломает забор Другой рушит бизнес И строит кознь И каждый считает Что он прав Она сейчас выжмет его как лимон Заберет у него квартиру И бросит его Да у меня такое имущество есть Да какое у тебя имущество, Галатранка? Мама выбрала невесту сыну Тихая рукодельная Оленька Радовала глаз мамы Но совсем не радовала сына Сын, оказывается, хотел страстей И рад был скрыться Из-под опеки мамы и жены Суд оглашает решение Иск о признании Недостойной наследницы Оставить без удовлетворения Суд не признает Супругу умершего Недостойной наследницей Так как в соответствии С действующим законодательством Недостойными наследниками Могут быть признаны Граждане, которые Своими умышленными Противоправными действиями Направленными против наследодателя Либо кого-то из наследников Способствовали Либо пытались способствовать Призванию их самих К наследованию Либо способствовали Или пытались способствовать Увеличению причитающейся Им доли в наследстве Действия супруги умершего То есть ответчицы Которые выразились В причинении ИСЦу телесных повреждений Были направлены Не на препятствие Наследованию А это просто был Обычный бытовой скандал При этом Супруг ответчицы Ваш отец Был еще жив И это никак не было Связано с наследством По этим основаниям Суд не удовлетворяет Ваш иск И дело закрыто Я не знаю Как жить дальше Я вообще не знаю Как жить честным людям Потому что Все имущество Моих родителей Нажитое за 42 года Досталось Какой-то Профурсетки Из провинции Которую палец О палец Не ударила Это просто Какая-то охотница За чужим наследством За чужим имуществом У меня нет слов Я очень рада Решению суда Вы сделали все правильно По правде И вы меня поняли И услышали И я очень рада Что правда Восторжествовала И на моей стороне И у нас Самый гуманный суд в мире Истец Олег Рябинин Подает иск О возмещении ущерба Возникшего Из-за самовольного сноса Забора ответчикам Ответчик Николай Сапунов Иск не признает И утверждает Что он Выполнял Решение суда Ваша честь Прошу суд Удовлетворить Мой иск На сумму 200 тысяч рублей На сумму 200 тысяч рублей Который появился Вследствие Сноса Ответчикам Забора На моем участке И уничтожение Плодовых деревьев И уничтожение Плодовых деревьев И уничтожение Плодовых деревьев Которые находились На чьем участке Которые находились На моем участке Тоже на вашем участке То есть Сумма ущерба Заявлена вами 200 тысяч рублей Сколько стоит забор Я считаю Забор стоит 150 тысяч Деревьев 50 Сколько деревьев Уничтожено Пять И значит Ситуация такая Это был один участок Когда родители Разводились Разделили большой участок На две части Угу Так Когда они умерли Одна часть Которая примыкает К дороге Угу Стала моей А вторая часть Участка Сестре Это ваш Ваши земельные участки На схеме Да Вот пожалуйста Вы можете пояснить Где Чей участок Где дорога Где забор Вот мой участок Так Вот сестры Никакого забора у нас нет А забор здесь Здесь У нас дорога У меня выход Только у меня на дорогу У нее здесь Вокруг соседи И выхода Выезда нет А вот это пунктиром Что обозначено Это обозначено Севритут Сервитут Сервитут Угу И кем установлен Сервитут Судом Судом Да Установлен На какой срок Навсегда Навсегда То есть вас обязали Предоставить Ответчику Возможность Подъезда К своему Участку Подхода Я не Про подъезд Никакого не говорю Хорошо Подхода К своему Прохода К своему Участку Через вас Участок И вот эта вот Дорожка Сколько метров 12 метров Здесь Это длина А ширина Какая А ширина Ширина Ну метр Где-то Метр То есть машина Не проедет Нет Жили не дужили Мы постоянно С супругой С ребенком Живем здесь А значит А сестра Они здесь Стали Устроили Значит Как бы Фабрику По Лепке пельменей И П Открыли Но поскольку Они сами Лепить не захотели Небарское Это дело Они Наняли Гастарбайтеров Так Эти гастарбайтеры Стали ходить Шуметь Заходить на участок Курить Бычки бросать Хамить Одни Гастарбайтеры Пришли Вторые к ним заходят Потом девушки Стали заходить Веселого поведения После того Как я Решил поговорить С Николаем Говорю Николай Давай Или завязывай Со своими Гастарбайтерами Он сказал Я пойду Обращусь в суд О чем? О серветуте? Да Чтоб сделать серветут Ну хорошо Сделали Значит Ситуация Сложилась Как? Он сломал забор Расширил Серветут И поставил ворота Туда железные И стал ездить На машине Возвращаемся к решению Суда Был установлен серветут В каком размере? Метр А в результате? Три метра Правильно ли я понимаю Что ответчик Как вы утверждаете Снес не весь ваш забор А только часть его? Две секции Вот в сторону Моего участка Почему вы считаете Что стоимость Этих двух секций Составляет 150 тысяч рублей? Я обратился В строительную компанию И вот пожалуйста Документ у меня Они посчитали вам Расходы на восстановление Этих двух секций? Да Понятно теперь Пожалуйста Передайте через судебного пристава Теперь по поводу Поврежденных деревьев Фотография Где деревья-то были? Находились Вот так вот Они находились Так Слушаем ответчик А вы кто? Мух собственницы Мух собственницы И как это признаете? На вашу честь Разумеется нет Почему разумеется нет? Вы что не делали проезд Шириной 3 метра? Я сделал проезд Но я считаю Деревья срубили? Срубили Кто вам разрешил? Я считаю Что у меня на это Есть основания У меня тоже есть Решение суда Что написано В решении суда? Ширина указана 3 метра Я не знаю Почему тут Какие-то другие цифры Не знаю Метр указана Ширина указана 3 метра? Да Ну а что вы меня Истец вводите в заблуждение И говорите Что установлен только 1 метр Это вы просили в суде Установить 1 метр? Метр Почему 3 метра? Потому что 3 написано Причем эта обязанность Возложена была на вас Что вы должны были предоставить Нам договориться Так и не удалось Мало того Все попытки договориться Приводили к все Большим разногласиям Вы самостоятельно это сделали? А вам надо было Исполнительный лист выписывать И подключать судебных приставов Видите в чем дело? У меня Но это не автодорога Это пешая дорога Где не было указано Что это для проезда? У меня стоял вопрос Довольно остро Чтобы она ездила машиной По участку Вы не об этом Иск заявляете Ну он разбил Своей машиной Колею выбил И когда проезжал Брызги летели На мой участок Я ему доказываю Что лететь вот так нельзя Вот он говорит Что вы не можете здесь ходить Со своими значит этими Вот Что какие-то женщины ходят Эта женщина Две поварихи мои Какие поварихи? У меня на них есть все документы На всех людей А то я не разбираюсь В поварихах и не поварихах У меня есть Ну а что? На какой вы можете отличить Повариху от не поварихи? Какой национальности были поварихи? Какая разница? А ну вот все ясно В общем Ваша честь У меня связывалось к тому Что я не мог заниматься Погрузкой товаров У меня возросли объемы Значит Эти люди Которые там у меня работают Они отказывались Ходить по этой дорожке Это я уже поняла И грузить Мне приходилось это делать самому Так А что такое загрузить Вот эти все метры Значит Загрузить допустим Тонну груза Если таскать там по 20 килограмм Это 50 раз надо Ну хорошо И вы сами сделали проезд В это время Пока я оставлял Газель значит На дороге Вот нижняя линия Я оставлял там значит Свой грузовичок А там поскольку Очень узкий проезд То все соседи жаловались Что они полтора-два часа Не могут значит там проехать Вот Я перессорился с соседями Из-за него А мои какие проблемы Мои так проблемы 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 еще с твоей женой Там проблемы начались А жена-то тут при чем Как это при чем Значит его жена Вообще Начала приходить Пока нас нету С нашей севой сестрой Нету там Значит попросить Этих моих работников Ну так по родственному По хозяйски Ребята там Перенесите вот эту Яму оттуда вот сюда Или там Отпилите там что-то Вот Или там выкопайте Немножко Ну они ж не отказывались Не отказывались Не отказывались Не отказывались Не помогали Стали использовать Ваших рабочих Пока это не перешло Всякие границы Начали мне жаловаться А чего они нас Дергают-то постоянно Вот Тут я выясняю Значит что-то у меня Вот по раскладке Должно продукции Столько получиться И как-то немного меньше Выходит Ну меньше там Ну может покушали Ребята То есть она по дороге Еще съедала Ваши пельмени Нет Она приходила По родственному Парочку килограмм Там значит Того-сего Да ладно Килограмм В итоге я выясняю Ну кто же Просто так даст Она завела шашню С моим шеф-поваром Может это байки Если бы это были байки Ты бы не пришел Там бить моего шеф-повара Ценейшего Значит он его сбил Ценейшего Ценейшего шеф-повара Ценейший шеф-повар был Да Значит Истец били шеф-повара Подзатыльника два дал Да после твоих подзатыльников От шеф-повара Вегетарианец Не говорила наверное Откуда приносила В итоге После двух подзатыльников Он попал в больницу С переломом ноги Или с подозрениями Я так не понял Да может он сам споткнулся Да конечно Бежал через 30 минут От твоих собак И споткнулся Или как Я не понимаю В общем после этого Рассорис мы окончательно Я перестал значит Ждать его уговаривать Чтобы выполнить решение Пошел и сломал этот забор Угу И деревья спелили Он меня просто вывел из терпения Но я о том что деревья нужно пересадить Я просто не знал об этом Как это вы не знали об этом Ну забыл Забыли Как бы ты их пересадил Они у такой толщины 12 сантиметров Честно говоря Не хотел вспоминать Не знаю Ну сажать уже длинномеры Я бы считал что они садил бы Новые мне на участке Ну как почему Можно вызвать службу специальную Уж не знаю У нас все деревья Оценивать так низко Истец Так низко оценивать Они все плодоносили Все плодоносили Неправда Они все плодоносили Не надо Чего там Сливы вот эти две фиги Плодоносили что ли Нормально Все там бы нормально было Я бы не сказал бы Слово если бы сухое Спасибо бы сказал Что брал сухое дерево Не стоять на дороге Полтора-два часа А подъехать к дому Ребята значит муку выкинули Ящики с пельминами Не закинули Я повернулся Поехал Время нигде не потерял И значит физически мне проще Вот Если недоволен Я могу там забор построить Я могу там завалить этим Гравием все эти ямы Вот дорогу надо засыпать Если уж ты ездишь Я ее засыплю Суд разрешит Засыпай гравием Ну вообще в принципе Между собой Можете как-то договориться Вот теперь уже Вы уже пришли в суд Уже поскандалили Уже там шеф-повар Уже в больнице полежал Ну ваша честь Там получилось так Что я пришел в бешенство Из-за того что Столько проблем Я создал Понятно Но сейчас то Вот как вы думаете Вы можете наладить отношения Я говорю Я тебя в суд подам На 200 тысяч Да какие там 200 тысяч Не слышите меня что ли Отвече Слушаю вас Ну спрашиваю вас Вы вот сейчас то После суда Суд примет решение По вашему делу Безусловно Но вы между собой Как-то можете Наладить отношения Ваша честь Не знаем Как суд решит А суд сейчас прям решит Помирить вас И жить дружно Нет я не про это Ответчик Передайте пожалуйста Документы Суд удаляется Для вынесения решения Далее в программе Она сейчас выжмет его Как лимон Заберет у него квартиру И бросит его Вот такая Вот такая Да какое у тебя Имущество Голодрам Самый лучший Мужчина на свете Это мой сын Бойтесь Залюбить сына До такой степени Что он станет Абсолютно Несамостоятельным Вам придется Или до конца жизни Жить с ним Или его подберет Такая Как вы Суд принял решение Исковые требования О возмещении ущерба В размере стоимости Восстановительного ремонта Забора Отказать А в удовлетворении Исковых требований О возмещении ущерба За плодовые деревья В размере 50 тысяч рублей Удовлетворить Суд принимает Данное решение Исходя из того Что В соответствии с законом Допускается Обременение Соседнего земельного участка Правом ограничения Пользования Для прохода И проезда В случаях Когда данные Нужды Другого собственника Не могут быть Обеспечены Без установления Сервитута Об этом говорит Статья 274 Гражданского кодекса Российской Федерации Судом уже Вынесено решение И установлен Сервитут В отношении Участка ИСЦА И суд Не взыскивает С ответчика Стоимость Восстановительного ремонта Забора Потому что В соответствии Со статьей 1083 Гражданского кодекса Российской Федерации Суд имеет право С учетом Вины потерпевшего лица Уменьшить Размер возмещения Или отказать Вовсе В возмещении Данного ущерба Суд учитывает Что истец Добровольно Не исполнял Решение суда И ответчику Фактически Самостоятельно Пришлось Обеспечить Проезд На Участок Своей жены Однако По мнению Суда То что Ответчик Разобрал Забор Это была Вынужденная мера Что же касается Уничтожения Плодовых деревьев То суд считает Что конечно же Ответчик не имел Право этого делать Без согласования С истцом И должен был Принять меры Для того Чтобы данные деревья Либо были сохранены Либо решить вопрос О возмещении Их стоимости Либо переносе Их в случае Такой возможности Поэтому суд Зыскивает 50 тысяч рублей За уничтожение Плодовых деревьев Решение Понятно? Дело закрыто Прошу всех встать Решение суда Иск удовлетворить Частично Жалко Что так и не получил Деньги за забор Но как говорится С паршивой овцы Хоть шерсти клок Ну не удается договориться По нормальному С родственникам Наверное поговорю с женой Прозадимся Уедем подальше от них Истец Вячеслав Гавриков В лице своего представителя Валерии Кураксиной Предъявляет иск О расторжении брака Ответчик Ольга Гаврикова Иск не признает Слушается дело По иску о расторжении брака Истец Гавриков Вячеслав Витальевич Его интересы В судебном заседании Представляет Кураксина Валерия Павловна Ответчик Гаврикова Ольга Михайловна Пожалуйста Представитель У вас имеется доверенность Да у меня конечно Пожалуйста Передайте через судебного пристава Слушаю вас Истец подал иск О расторжении брака Со своей супругой Гавриковой Ольгой Потому что в принципе Их брак был обречен на провал Они никогда вместе Счастливо не жили Сколько лет они состояли В браке Или какой период времени Они три года состояли в браке У меня есть свидетельство О заключении брака Соответственно Вообще они познакомились Посредством матери Славика Значит Славик у нас кто? Вячеслав Витальевич Гавриков Истец Истец А что у нас С Вячеславом Витальевичем? Он почему в суд-то сам не пришел? Он болен? Нет, он не болен Ему так комфортно Чтобы его интересы Представляла я А вы ему кем приходитесь? Мы сейчас с ним вместе живем Мы с ним пара Вы с ним пара? Да Она его любовница Истец Вячеслав Работает на почте Вот Ольга Музейный работник И она является дочерью Подруги матери Истца Соответственно Ее свекровь Его мать Почитала, что она Идеальная пара Для Вячеслава Потому что она Тихая, спокойная В общем-то Серая мышь Это не мои слова У меня есть записка Которую передал Истец непосредственно Я хотела бы ее засчитать Ольга Скучная до темноты В глазах Какое-то серое пятно Которое постоянно Маячит рядом со мной Она не владеет гаджетами Не умеет одеваться Вяжет крючком Смотрит сериал И безвкусно готовит Я не могу ложиться с ней в постель Потому что у меня такое ощущение Что я сплю с какой-то дохлой мышью Она не подает признаков жизни Когда к ней прикасаешься И мне кажется Что резиновая кукла Отзывчивее в постели Чем Оля Это истец писал? Это истец писал, да Это послание кому? Суду? Да, это послание Су непосредственно Эти три года Я как будто не жил Мне страшно было Возвращаться домой Потому что по нему Ходит чья-то тень Я не знал Что с ней делать О чем разговаривать Мы оба забивались Каждый в свой угол Она перед телевизором В гостиной с крючком Он тоже серая мышь? Он не серая мышь Он тоже забивался в угол Он пишет Мы забивались Каждый в свой угол Ну он отдыхал В одном месте на кухне Она отдыхала Соответственно В другом месте Тоже имеется в виду Порознь вели себя Он спокойный Да, действительно Не импульсивный Но непосредственно Его так мать вырастила Мы по сути И не жили вместе Поэтому развод Это просто формальность То есть это пояснение По иску? Да Судебный пристав Пожалуйста Передайте мне Это практически Эссе Именно поэтому Брак уже был обречен На провал Она скучная До темноты в глазах Серое пятно Ответчик, я прошу прощения Ну так и есть на самом деле Я не верю, что это Слава писал А кто это писал? Знакомьтесь Это его почерк Вы же знаете почерк Не бойтесь Не бойтесь Не бойтесь Ну Почерк похож Похож почерк? Почерк можно и поделать Можно Я просто уточняю Я не могу быть на 100% уверен Ну похож А по эпистолярному жанру Как вот по Похоже? Так изъясняется Ваш муж? Я бы не сказала, что прямо так Но я не верю, что он мог сказать То есть вы не верите, что он мог сказать Вот в такой пафосной форме Пожалуйста, на место встаньте Так, пояснение по иску Больше не хочет проживать с ответчицей Развод – это формальность Не живут вместе Сколько времени не проживает вместе истец и ответчик? Около 4 месяцев мы живем вместе А вы-то его где нашли? Я пришла на почту Мне там посылка должна была прийти Он на почте работает? Да, он работает на почте Вы понимаете, мать растила его одна Уверенная женщина У нас полстраны живет так, что мать одна растит ребенка До 30 лет, грубо говоря, она потирала ему сопли Это она определила, что Оленька для него станет отличной парой Непосредственно его мнение не спрашивалась Он мне об этом рассказывал Почему он говорил в принципе, что... А теперь что, ему не нужны эти манипуляции? Нет Он считает, что сейчас мы с ним живем хорошо Соответственно, мы любим друг друга У нас все нормально Теперь вы место матери заняли? Можно и так сказать Но если всю жизнь его мать воспитывала и растила И воспитала таким мужчиной спокойным Не в состоянии постоять за себя То, естественно, ему сейчас стало комфортно со мной Когда он познакомился с таким же, как она По темпераменту человеком У нас все образуется Свидетельство о браке передайте, пожалуйста Ответчик Ваше отношение к иску? Я вообще не понимаю, почему возникла такая ситуация Ну, ваш муж проживает с вами? Или на протяжении последних четырех месяцев вы не живете вместе? Он... Лера его забрала к себе жить Нельзя взять и забрала Что значит забрала? Истец молчит сейчас Ну, просто в какой-то момент он пришел Сказал, что он к ней переезжает Я не верю, что вот он Ну, просто так вот сам мог Так поступить Мне кажется, она просто как-то его Завлекала к себе Ну, расскажите, как вы жили на протяжении Трех лет, чтобы завлекать? Вы знаете, мы жили очень хорошо У нас очень много было хорошего вместе Понимаете? Мы жили гармонично Вот, ваша честь, вы знаете Мы в свадебном путешествии Мы ездили в Ярославль Вот Нормальные люди на медовом месте Ездят на Мальдивы В Париж, в Милан Естественно, вы бы нашли себе тогда Вернее, представители Са Нашли бы себе мужчину Который с вами в свадебном путешествии Поехали на Мальдивы Мы можем так ездить Вы полагаете, что Вячеслав Витальевич на Мальдивы вас повезет? Или вы его повезете? Я могу его повезти Нам с ним комфортно так проживать Мы нашли свою зону комфорта Я могу обеспечивать Непосредственно мы с ним ведем отличный быт Вы ведете быт А он, видимо, этим бытом пользуется То есть вы поехали в Ярославль Да, мы поехали в Ярославль Вот, смотрите, у меня даже есть фотография Со свекровью втроем поехали Но ведь это не запрещено Нам так было комфортно Видно, что Свекрови так было комфортно Нам было тогда хорошо Просто финансово мы не могли поехать, например, за границу Передайте фотографию судебный пристав Будете добры Вот, возьмите, пожалуйста Вот Ярославль, красивый город Знаете Правда, что свекровь с вами ездила Да, Ваша честь Свекровь ездила с ними Сама выбрала Ярославль А вот этот вот мужчина такой Вот этот Это ваш муж? Да, это Слава И понимаете Ну вот Мы вдвоем хотели туда ехать Поэтому поехали втроем со свекровью Истец, что из слов судьи Постоять, помолчать, вам непонятно Ответчик, ну может быть у него изменилось к вам отношение И он вас разлюбил Я не знаю, я не верю в это Он всегда так обо мне Ну почему он сам судьи не пришел? Нет, почему он пришел? Что значит, что он пришел? Вот он сидит Где он сидит? Вот он Здравствуйте, Истец Смотрите, видите, он не выглядит счастливым Он не выглядит счастливым Он не выглядит судьбы, который хочет развести Да он с тобой же разговаривать устал Вот и не выглядит счастливым Истец, не желаете ли вы занять место не в зрительном зале А рядом с вашим представителем? Мне комфортнее в зрительском зале Вам комфортнее в зрительном зале? Ну потому что она, мне кажется, она на него давит Что же вы жену-то свою бросили? Такую милую и безропотную Не можете ответить суду? Ваша честь, я думаю, что это Лера на него Не можете ответить суду Присаживайтесь Лера на него не давит Он просто устал уже связываться с тобой И мать, вероятно, свою огорчать не хочет А у вашего мужа есть какая-то недвижимость? Какое-то имущество? Нажили ли вы что-то в браке? Мы жили в квартире бабушки Но у него еще сейчас наследство Ему перешла квартира В центре, на Ордынке Большая квартира-то на Ордынке? Да, трехкомнатная, большая Сколько метров? 180 квадратных метров Квартира на Ордынке 180 квадратных метров Да, но мы пока там не живем еще Вы пока... А кто там живет? Ну пока еще никого не живет Пока никто Вероятно, представитель ИСЦА собирается там жить Вместе со своим новым мужем Ваша честь, у меня есть своя квартира И машина непосредственно Никогда не помешает еще одна квартира На Ордынке размером 180 метров Ну а что же нам сейчас помешало? И почему мы 4 месяца жили у меня? Ответчик, у вас заявлен свидетель Да, да, у меня есть свидетель Это вот мама Славика Это моя свекровь Мама Славика, чудесно Пожалуйста, пригласите нам свидетеля и ответчика Свидетеля и ответчика, войдите Здравствуйте, Ваша честь Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста Гаврикова Зинаида Тимофеевна Что вы можете пояснить по существу иска? Заявлен иск о расторжении брака Между вашим сыном и вашей невесткой Она ответчик в данном процессе Что вы можете пояснить? Да, Ваша честь Знаете, я хочу сказать, что вот Такую женщину, как Лера Вообще надо просто изолировать от общества Вообще не пускать никуда В общественные места, где посещают нормальные люди А я не нормальные люди? Это фурия, просто фурия вообще Какая фурия? Такой же воспитанный человек Так, помолчи, пока я вам говорю Так, воспитанный человек тоже у нас сейчас стоит, молчит Пока показания дает свидетель Ваша честь, я навела справки И уточнила, что она, оказывается, была замужем Это что, у нас наказываемо теперь? И не просто замужем А еще и любовников имела кучу Я протестую, эта информация никогда не подкрепляется И абортов еще сделала И тем более это Если вы держали свечку Знаете, представители сад Представители сад Суд не занимается подбором невест для мужчин Даже очень состоятельных Поэтому, свидетель, я вас настоятельно прошу Не очень это все относится к делу Вы, пожалуйста, по поводу иска Иск заявлен о расторжении брака И решается судьба семьи Которая была создана, как установлена в судебном заседании Благодаря вам А это что? Это она сейчас пройдет по нашей жизни По жизни моего сына Пройдет огнем Останется одно пепелище То ли дело Это моя невестка Какое имущество имеется у вашего сына? Ну, ему недавно совсем от моей мамы досталась в собственность очень хорошая квартира То есть действительно он стал собственником квартиры? Я думаю, что это как раз и явилось причиной того, что у нас появилось в нашей жизни Да у меня тоже имущество есть Да какое у тебя имущество, Гладранка? Работает каким-то вообще журналистом Свидетель Не оскорбляйте, пожалуйста, представители истца Что есть, то есть, ваша честь Ну, что можно подумать Вы знаете, когда Славик женился на Олечке Я была очень рада Ну, вы сами видите Сына моего Он такой, ну, будем сказать, не очень обычный мальчик, конечно И девушка ему досталась Вот просто вот идеальная пара Понимаете? Тихая, спокойная И жили-то они хорошо А это что? Это же, понимаете, она сейчас выжмет его, как лимон Заберет у него квартиру То есть вы считаете, что на самом деле семейные отношения можно сохранить? Ваша честь, я, конечно, считаю, что мы можем сохранить нашу семью А, Вячеслав Витальевич Видите ли вы меня? Да Слышите ли? Да Скажите, пожалуйста Вы жену-то вашу все еще любите? Или как? Нет, не люблю Да любит он ее, любит Прям совсем-совсем не любите? Что ты болтаешь? Или все-таки не уверены еще? Что говоришь? Нет, не уверены еще Не уверены, вот именно что не уверены Думай, что говоришь Суд удаляется для вынесения решения Суд принял решение слушания о расторжении брака отложить И назначить супругам срок для примирения 3 месяца Суд откладывает слушание дела И предоставляет сторонам срок на примирение 3 месяца Так как об этом ходатайствует ответчик, которая не согласна с расторжением брака Если супруги не помирятся И истец по-прежнему будет настаивать на расторжении брака То через 3 месяца брак будет расторгнут на основании статьи 22 Часть 2 Семейного кодекса Российской Федерации Ну постарайтесь уж Будем стараться Прошу всех встать Решение суда Назначить срок для примирения Это решение ничего не изменит в наших отношениях Пройдет 3 месяца и Слава все равно будет со мной Да, Слава? Да Я рада, что суд вынес такое решение Я абсолютно уверена, что Слава одумается за 3 месяца И он вернется в семью И у нас все будет как раньше Я его люблю и жду его возвращения в семью Прошу всех встать Незнание закона не освобождает от ответственности Вы сейчас поняли, что я сказала? Естественно, мы это все будем делать Вы включаете и защищаете свое право Смотрите дела семейные, чтобы не совершить роковой ошибки Истец, вы что, правда хотите на ней жениться? Правда Слушайте, мне кажется, что вы очень гармонично существуете Может, вы не будете разводиться? Судья Елена Кутьина не вернет любовь Я тебе не мать Все, истец, я поняла вас Не продолжайте Но восстановит справедливость В первую брачную ночь она обманулась Вы тоже ее обманули? Она рассчитывала, что будет брачная ночь А ее не было Субтитры создавал DimaTorzok